Здравствуйте, Таджикистан город Пенджикент, Пенджикент, Ацокт, Пятиградье, административный центр Пенджикентского района Сагдийской области Республики Таджикистан. Пенджикент является единственным населенным пунктом одновременно со статусом города в районе и городом областного подчинения. Расположен в Зиравшанской долине, на левом берегу реки Зиравшан, на высоте 900 метров над уровнем моря, в 48 километрах к востоку от Самарканда, в 240 километрах к северо-западу от Душанбэя и в 270 километрах к юго-западу от Худжанда. Город богат своими достопримечательностями, архитектурными памятниками, прекрасной зоной отдыха на берегу реки Зиравшан. История К 15 километрах к западу от Пенджикента, близ границы с Узбекистаном расположено крупное поселение Саразм эпохи неолиты и бронзы, около 3400, вторая половина 3000-летия до н.э., и демонстрирующие тесные культурные связи с ранними цивилизациями Ближнего Востока. Саразм был древнейшим центром земледельческой культуры Средней Азии к северу от Амударии. На юго-восточной окраине современного Пенджикента, на террасе второго уровня на левом берегу реки Зиравшан расположено городище древнего Пенджикента, Пенджикента, V-VIII века, памятника культуры Согда до мусульманского времени, эпохи складывания феодальных отношений в Средней Азии. Продолжавщиеся с 1947 года роскопки городища, с 1978 по 2008 годы под руководством Б. И. Маршака, раскрыли структуру богатого города эпохи раннего Средневековья, открыли замечательные настенные росписи сагдейских мастеров. Пенджикент был важнейшим культурным центром Центральной Азии, укрепленным и благоустроенным, стоявшим на Великом Шелковом пути. По СГ Хмельницкому, возникновение и возвышение в V веке Пенджикента как столичного центра Верхнего Зиравшана, а на короткое время даже резиденции сагдейского ихшида, было вызвано, возможно, временным упадком Самарканда и оттоком из него некоторой части населения на восток, вверх, ближе к безопасным горам. Известными правителями Пенджикента в VII-VIII веках были сагдейские правители Овшины, Чекин-Чур-Бильги, около 680-709, и его зять, Ихшад Диваштич, 709-722. В VII-VIII веках Средняя Азия была завоевана арабами. Один из последних сагдейских правителей, властитель Пенджикента Диваштич, поднял против завоевателей восстание, но потерпел поражение, когда в 722 году воины Харасанского эмира Саида Аль-Хараши обманом выманили его из крепости Мук, где он, укрывшись с остатками воинов, вел отчаянное сопротивление. Впоследствии в регионе происходили восстания против арабских завоевателей, в частности, в 728-729 годах, а многие сагдейцы приняли участие в восстании их единоплеменника Ань-Лушаня в Китае. Династия сагдейских ихшидов была ликвидирована персидским полководцем Абу-Муслимом в 750 году. В древнем Пенджикенте было известно устройство очагов типа современных сандалий, ямок для угля в полу. Иногда применялась даже своеобразная система отопления, где нагретый воздух распространялся из топки по всему дому через отверстия у основания стен. Долина реки Зеравшан сохраняла свое древнее имя до средних веков, когда она была известна как Сокт Самаркандский. Во времена Бухарского Эмирата Пенджикент был центром пенджикинского бегства. В Таджикской АССР административный центр пенджикинского велоета. Архитектурный памятник XII и XIV веков, мавзолей Мухаммада Башора, находится на расстоянии 37 километров от города в одном из прекрасных ущельей северных предгорий Зеравшанского хребта. Мавзолей Мухаммада Башора, один из известных памятников таджикского зодчества. В 60 километрах к востоку от Пенджикента в Зеравшанской долине среди высоких гор по миру Алайской системы находится небольшое селение Панджерут. Это родина основоположника таджикско-персидской литературы, певца и музыканта Абу Абдулла Джафар ибн Мухаммада Рудаки. Здравствуйте, подписывайся.